Ребята, Дэн меня позвал заснять, кстати, доброе утро! Доброе утро! Зашурфили новый фундамент, находится вот в кустах, кусты тут такие. И знаете, это, вон она, и это пятак, ёшкин кот, николаевского образца, да, пятачок, год 1800 какой-то, здесь не знаю, ну здесь вот ушатаный, видишь, имеются какие-то непонятные. Я здесь немножко уставший, да, уставший ещё выгнать немножко. Ну зачётно, зачётно, Михалыч здесь, он с утра пораньше, раньше всех встал, нас будило, а мы его, как говорится, Михалыч, иди на хутор покопай. Ну он уехал, мы, короче, были вон там, а он приехал вот сюда на хутор. У меня пятаки не попадались, да? Да. В общем, советы прут, у Михалыча один царь был, там на задах, вот у Дэна второй царь. Первый. Ну я имею в виду второй, с этого уж фундамента. У Михалыча один, у тебя второй. А, ты видишь, что в общем. Да, в общем. Ну и советы прут, ребята, советы прут. Я уж не показываю, но банально, банально советики. Смотрите, как он звонит. Стабильная 97. 97, ребята, Дэвус. Питаки. Ну они так и сигналят, в принципе, и Катина тоже под 99. Фу, красота, ребят, хоть небольшой здесь стенёк есть. Зачётно, зачётно. У меня, кстати... Михалыч, монета, да? Скорая медаль будет. Монета? Колодка. Колодка. Колодка Великоотечественная или всё-таки это? С тканью, блин. С тканью? О-о-о. Ребят, медаль у Михалыча скоро будет. Колодку нашёл. Медная. Медная? Подбираешься, нет в это... В полосках? В лентах. В полосках. Ну так, покажи на взгляд. По-моему, за... Красный, да, там? Красный, да. Красный. И посередине жёлтая. А, не... Не знаю. Ну, я пацанам в видео сейчас вот эту приложу, что означает красная, жёлтая посередине. Да, я вообще-то это... Заснимаю. И пацаны как бы уже узнают. А, красная, жёлтая полоса, да? Да. Широкие, ребят. Широкие, красная, жёлтая полоса. Не знаю, что первый раз я такие широкие полосы. Они обычно тонкие, а это широкие. На первой демонстрации рабочие выходили под красным знамением. С ним шли на штурм Зимнего. Красное знамя всегда звало вперёд. И первым орденом Республики Советов стал орден красного знамя. За блестящую организацию перехода уральских партизан по тылам врага на соединение с Красной Армией, за личный героизм и мужество, Василий Константинович Блюхер был награждён орденом красного знамени номер один. Дивизии под командованием Блюхера на фронтах гражданской войны в жестоких боях хромили отборные белоквартийские части. Теперь уже сам Василий Константинович вручал боевые награды. Прославленные полководцы гражданской войны награждались почётным революционным оружием с орденом красного знамени, высшим знаком боевой доблицы. Вот, ребята, пока вот с этой маленькой ямки три монеты. Три монеты. Пожалуй, сюда буду сбрасывать, пусть здесь лежат. Хабарок. Чё? Ну-то чё говорю. А-а-а, так что погнали. Погнали вот в таких кустиках. Гарим. А вот и медаль, да? Чё там, Михалыч? Ребят, я уже не вытерпел, я уже не вытерпел и решил запечатлеть это. Но у Михалыча монета за монетой. Сейчас был случай. Монетку вытаскиваю. Опять что ли, блин? Я офигел. Он уже даже не смотрит. Ребят, я думал, он ошибся с номиналом. Нет. Оказывается, знаете, несколько секунд монета. Несколько секунд монета. Я вообще в шоке. Вот давайте я затрачу своё драгоценное время. Буквально на считанные секунды. И вот смотрите, пока я камеру включил, он уже три монет откопал. Три. У него каждая прозвонка монета. Я пять. У него, наверное, уже штук 30 монет. Если не больше. Если не больше, да? Как говорится, Михалыч вкнул в то место, где была в полах дырка. И в эту дырку, блин, всё свалилось. И вот Михалыч эту дырочку нашёл. И в эту дырочку он пристроился. И хреначат монеты. С этого копа уедут двое. Двое. Сглазил, да? Сглазил. Сглазил. Да я хоть постою буду, сглажу. А то мне стыдно будет показать свои находки твоим, бля. Я лучше буду стоять и сглазить, сглазить, сглазить. Вот с этого эпицентра, ребята. Вот смотрите, метр на метр ямка. И глубиной, наверное, полметра. Он поднял уже более 30 монет. С меня, ребята, под градом хреначат. Если вам видно, смотрите как. Хоть и нахожусь там более такой тенёк, но с меня прям хреначат. А он сухой. Смотрите, у меня даже майка не вспотела. Маленький трактор копает. Монеты ведрами гребет. Это реально. Ух ты, ребята, в прямом эфире, царь. Пятачок. Нет, Пятачок. А, Пятачок, ну-ка. А, да, Пятачок. Блин, я думал, царь. Пятак, 45-й. Ребят, 45-й. Дзинь-дзинь. Да, да уж. Там камушка есть, ребят. Я говорю, камушка есть. Давайте. Вон она монета. А, да. Здесь копейка. Ты говоришь, нет ничего. Надо было открыть. Пятят первый год. Какой? Пятят первый. Бодрый. Дэн тоже подобрался к Михалычу. И Дэн тоже начал тащить, тащить одна за другой. А я, ребят, борюсь, борюсь с печкой. Здесь печь была, но около печи иногда бывают очень вкусняхи, хорошие. Я думаю, что-нибудь все-таки у меня выскочит вкусняха. Помимо того, что у меня сегодня рубль выскочил, вернее, вчера ночью, стеклянная царская бутылочка. С символикой. Я думаю, что-нибудь у меня еще сегодня будет. Ребят, монеты продолжаются. Такое ощущение, как будто на шурфе только два человека копают. Я одну, а не десяток. Я одну, а не десяток. Сейчас выпала вот такая зачетная вещь. Это отличник ГТО. Вообще зачет. Второй степени. И причем латунь. Ямаль, к сожалению, уже слазит. Ну, нормальный значок. Кто не знает. У меня значок, у меня значок. Еще у тебя... Да ладно, сейчас в лоб обе вы получите. Да, он рядовой. Рядовой? Да. Да ладно, рядовой. Ты что, этот бегунок. Бегунок. Ух ты, блин, ребята, две подряд. А этот бегунок с СССР первой степени. Ого. А, ну тоже, что ли? Да. В 1931 году в СССР появился проект о физическом воспитании граждан страны. Основной задачей стало заинтересовать население спортом. Для этого особо выдающихся спортсменов в том же году был придуман отличительный знак, имевший название БГТО «Будь готов к труду и обороне». В декабре 1931 года выдали первые значки, отличившимся от 35 спортсменов. К концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек. «Будь готов к труду и обороне!» Зовет Родина. «Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд, проплыть 100 метров, пройти на лыжах 10 километров, а там, где не бывает снега, совершить спеший переход. Будь готов! Будь сильным, закаленным, мужественным». Для получения такого значка необходимо было пройти испытание. Всего 21 испытание. В основу легли возрастные ограничения. Теперь значок БГТО получали дети от 14 до 15 лет. Значок ГТО первой степени с 16 лет, а значок ГТО второй степени с 19 и старше. В последующие годы и возросли возрастные рамки, позволяющие получить значок ГТО. Этот диапазон составлял от 10 до 60 лет. В 1991 году знак ГТО упразднен, так как с распадом СССР исчезло такое понятие, как нормативы ГТО. «Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше, причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм, им лучше всего сообща в специальной группе». «Начали!» «Господь, я умираю!» «Нагрузка невелика для вас?» «Два знака подняли прям за секунду». «Подари, Саня, подари, у меня первое нет такого». «Саня, подаришь?» «Ты что, Саня, тоже любитель?» «Два реставрируют надо сначала». «Вот так и привяжешь, да?» «Всю информацию я приложу вам по этим значкам, если кто не знает». «А?» «Ладно, продолжаем». «Ребят, сейчас возьму лопату и Михал, что, погреб тут». «Два царик». «Тащи, блядь, над златом тянет. Тащится, блядь». «Рано еще». «Два гопейга». «Сорок пятый год». «А, сорок шестой». «Дену там две копейки». «Херня, скоро у них кончится этот уголок, эта дырочка». «У нас здесь запасной ход, но они не готовы». «Я не снова ничего не будут находить, как ее. «Опять, опять там что-то сигналит». «Да ты задрал уже, блядь, да?» «Да ты задрал уже, блядь». «Нашел, нашел». «Ну, сигнал не очень какой-то». «Ну, совет, наверное». «Избонь». «Угу». «Капсуль, наверное, да?» «Капсуль». «Я вот думаю, что это вот так это сделает». «Так, кидай туда, Даня». «Даня, двигайся куда-нибудь». «Да пошел». «Да пошел». «Ты мешаешь». «Везде я мешаю, блядь, везде я мешаю». «Минута промедления». «Михал, Михалыч нашел, блядь». «Вот минуты промедления». «Вот так, блядь». «Моя монета». «Даня бы туда лопату воткнул точно». «Михалыч, это не твоя монета». «Ты я копнул все». «Я копнул, значит моя монета. «Оух, там что, блядь». «Тревожка». трешка вот так ребят включил камера одним файлом запишу несколько монет в прямом эфире сейчас еще михал михал уже монет раздает нет не говорит у тебя ванишь выкопал до кто был прав ваниши лидерус ребята ванишь был прав вон она монет я еще не до конца его знает это второй выход дружка серкс ты чё 2 пошли из кармана достал думать надо отнести смотрите какая куча монет у него просто что у него просто штаны ребята отвисают он решил от избавиться от них ребят кто говорит что мы подбрасываем монеты ребята да ребят эти куча монет блять с прошлого копы епты станы смотри уже по колено отвисает лет и у дэна блин немножко побои немножко поменьше но у него сумочка есть не хочет михалыч пошел он скидывать их а то тяжело ходить человек уже в преклонном возрасте решился убрать монет да он работает как травм хоть и хотя он и такой кусочек блять выкопал дэн немножко побольше а у меня блять я на поменьше вы не у тебя побольше объем да вот а я еще больше сделал ночью то блин воткнулся я не в нужное место на этот раз да у меня здесь ребята здесь вот у меня печь было ребята я он смотрите там куча кирпичи накидал но печи тоже иногда ребят хорошо дают особенно они хорошо дают по части бутылок мы затем медали и вот ну такая собут к а монеты конечно в долях венца где вы здесь михалыч вдоль бирса и здесь как раз и наковырял михалыч изначально в конце кустов начал шурхить от самовара да между прочим запчасти от самовара ребята прям ну ценится покупают на разборах и потом реставрировать самовары так что не сдавайте цвет мед наберете кучку и потом лучше за хорошие деньги продадите это как совет так что имейте ввиду ладно хорош болтать надо копать ребят михалыч уехал в поисках новые фундамента но он поехал вообще в начало деревне я залез михалов михалыча шух поднял несколько монет если не ошибаюсь четыре или пять и знаете самое вкусное интересное вот она но я ее конечно лопаты засадил можно не тереть год а с уверенностью сказать что это 24 3 копейки 24 25 и двадцать третьему не суждено быть только 24 ладно жара небо чисто не облачко и пекло жуткая и так ребят смотришь на горизонт и горизонт плавится прям так бежит особенно видного на том он поле у меня монет это пятачок зеленка такая красивая но рядовая монетах 1946 год болячек язв нету на ней вроде как после чистки монета будет красная придется и наверное как-то ладно пойдет и так зачет ребят михалыч говорит за эту находку надо покурить вы наверное уже догадываетесь что монета не рядовая михалыч штук 30 накопал а вот ради этой монеты которая откопал у нас дин надо закурить а может даже и выпить монета смотрите оха сохранить неплохой я считаю смотрите медная копейка я знаю сейчас вы напишите в комментариях 24 но кто часто меня смотрит мой канал знает что у нас зачастую 25 года и смотрите тадам 25 год тадам классно ребята третий выход и это третья копейка 25 у михалыча две было теперь у дэна дэн в нужном направлении идет мучается находки у него тоже не особо идут как и у меня но более красавчик хороший бодрый 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 поздравляю ты не веришь да блин я вею михалыч нервно скурил ты чё две две монеты дай визанка ребят у него визанка кстати итак ребят на этом фунде выпал у меня первый царь напомню на вроде но я его лопатой лопатой заехал по нему но знаете я не расстроился что я лопатой засадил вообще не игра мне расстроился это пять копеек знаете почему я не расстроился с этой страны он убитой ушатанный по нему к лохматили а во-вторых бабах он игровой ребят смотрите какое большое количество риса как постарались игроки на днем а с этой страны видите удары это монета об монету стучались об стенку когда ударялись вот из-за этого на них такие вот вмятины правила этой игры орлянка у меня на видео есть я показывал как не играли даже в нее я играл прям на видео показал все правила игры кому любопытно можете спросить или найти у меня на канале это видео ладно продолжаем и так ребят пришло время с вами попрощаться пацаны раскладывают свои находки сейчас мы сделаем полный обзор того чего мы накопали а накопали мы очень много вкуснях прям зачетный сегодня выход собрали все монеты ведро классно классно покопали пацанам огромное спасибо что вывезли на эту деревушку очень приятно фундамента здесь дают ночью копали фундамент который дал 250 монет даже чуть больше наверное вот и сегодня вчера ночью мы добили колокол там подняли на другом фунде створка и конечно же я поднял очень вкусные вещи по находкам ребят получилось вот так вот как говорится монеты собираем ведрами а то я где-то видел видео монета собирают ведрами там у них наверно с десяток монет тут ребят смотрите сколько монет смотрите вот это на самом деле собираем монеты ведрами и это реалий ребят с одного выхода ну давайте по вкусняхом что у нас было интересного и вкусного по монетам что конечно же крупная убитая и так трешка царская неплохая фальшивый рубль не знаю почищу смотрю но проглядывается надпись рубль и орел трешка 24 пятаки советы 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 ничего интересного дальше что у нас тут еще вот копейка 25 вкусняха самая одна из лучших сегодня находок дальше пятак 1873 двушка 24 неплохая зачетная копейка 1897 советы значки очень мне нравится вот такая тематика металлопластика два значка огонь вообще огонь что еще серебро двадцатка двадцать третий год по моему да и все больше серебро двадцатка по моему так и насколку колокол где у нас вот такая вот сегодня у меня вкусняха такой у меня нет еще с зеленосиком с лейкой вообще огонь вообще кошмур дико ребята ну всякая такая узнаете жгонь и бонг 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 бутылочки интересная вот такая пломба вообще интересно имеется надпись что написано вроде как москва да есть на москва затем монеты которые лежат смотрите чё здесь ребята смотрите чё здесь раз медаль вторая медаль третья и четвертая когда я дан почистит я думаю он фотографию мне пришлет как что здесь вообще но и по моему александр вот эти медали это наверное оборотные стороны медали то есть раз медаль два медаль возможно это оборотные стороны но и могу ошибаться но и сегодняшняя бомба ребят день постучить в коме железочка по них как он звучит а я тут что-то вываливаю это я короче оттуда грязь вываливается ну вот такая вот ребята шикарная вещица вообще шикарная огонь 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 бомба несколько сегодня бомб колокол затем створка печная и копейка 25 очередной раз и все на этом так что так вот будем прощаться наверное очень жарко у дэна что-то голова разболелась может солнечный удар и сейчас вот наверное купаться может быть там еще на фунде зависим не знаю посмотрим итак ребят мы остались кавказец уехал михалыч продолжает бороться с печи но находки есть принципе несколько монет отсюда поднял я думаю скоро печь закончится и снова пойдут находки но я возле печи с той стороны несколько советиков было две трешки и вот очередная монета зеленая желтизной это пять копеек 52 год но рядовая монета ничего сверхъестественного нету жара жутко ребят вообще жутко хоть на и вкусных небольших но все же немножко жажду утоляем смородины прямом эфире советчик счет копаем что мой прибор ну мы чё продолжаем или продолжаем и так ребята очередная находка круглая зеленая в общем уже 10 копеек какой год не видно михалыч уже ванишь так выучил что он уже поводы определяет номинал монеты рамочник да а здесь ребята пятнашка щитовичок год сожалению сказать не могу да ладно еще что все пропал ну да ладно пойдет пусть камеры не включать уже с куклы что-то 4 подряд нет расчет и так какого года цирка что сегодня большое количество пятаков и все рядовые вот так вот ребята вот чем нравится копать советские фундаменты тем что на них могут выпустить копейки 25 как сегодня у нас третий выход подряд вылазит затем 27 могут выскочить двушечки двушечки 25 сейчас в прямом эфире еще одну откопаем монету да он она красавица трешка вот ребята вот так вот михалыч бился 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 с печкой бился бился и вот поперли ладно продолжаем так ребята смотрите как мы уже шурфи здесь даже получается на пол штыка штык пол штыка и находки смотрите верховые пятачок очередной выскочил 53 год выскакивать такие трешки для михалыч михалыч говорит все наверно заканчивать пора еще минут 10-15 пошевыряемся и так ребята на пассажок михалыч ушел знаете на пассажок из одного выброса выпала вот такая крышечка затычка по-разному можно назвать от бутылок с гранями заберут и монета я как бы двушки из трешки копейки не снимал но на пассажок копейка вот три копейки сорок девятый год или 39 39 так что все ребята шутком бы не разворота силе как я вам видео уже показывал что шурфологи творят вот у нас культурных ладно погнали хотя шурпить еще полного ребята ребят перед домом решили освежиться king обожает купаться обожает слюхаться обожаю как вы знаете собаки дышат телом для него такую жару это просто сказка сказка все хорошо king of но надо ехать все надо прощаться и ехать до малыш все пока пока ребят спасибо за просмотр спасибо за внимание